Сегодня у нас с вами очередной урок докупажа. Предлагаем вам попробовать поработать с новым материалом, таким как фацетный лак. Это замечательное средство даст нам возможность получить интересную и необычную декорируемую поверхность. Воспользуемся им и украсим часы на стенную декоративную тарелку и поработаем с бижутерией. Мы очень надеемся, что наши советы и рекомендации вам пригодятся, и они будут использованы для создания уникальных рукотворных шедевров, которыми вы одарите своих друзей и близких. Здравствуйте, меня зовут Наташа Фохтина. Я, как всегда, рада вас приветствовать в нашей студии. Сегодня у нас с вами очередной урок докупажа. Замечу, что тема эта неисчерпаема, поскольку чего только мы с вами не делали с декорируемыми поверхностями. И красили, и пасты разные наносили, и кракелюрные составы всячески использовали. А вот фацетного лака у нас еще не было. Так вот, я и предлагаю вам его попробовать. Возможно, кому-то из вас он даже понравится, и вы его используете в процессе создания своих работ. Да я просто уверена, что понравится, поскольку работать с фацетным лаком одно удовольствие. Нанесли и ждите. А эффект обязательно будет, и, кстати, замечательный. Замечу сразу, что средств под названием фацетный лак в продаже огромное количество. Он бывает и прозрачным, и с различными металлическими добавками, и разноцветный. Вот его-то как раз я для вас и приготовила, причем очень интересных цветов. У меня есть по баночке желтого и салатового лака. Предлагаю поработать с ними, но прежде я расскажу о том, как применять это чудо-средство. В описании к фацетному лаку дана такая информация, что это однокомпонентный лак, создающий на поверхности экстравагантный и необычный вид кожи рептилий. Держится он на всех впитывающих поверхностях, таких как дерево и картон. А вот стеклянные и пластиковые поверхности должны быть предварительно обработаны связующим составом. Фацетный лак в работе очень прост. Мы его наносим шпателем или мастихином слоем от 2 мм и равномерно распределяем по поверхности. Замечу, что в тех местах, где лак нанесен более толстым слоем, образуются более рельефные места, что придает изделию необычный вид. Единственное, что этого необычного вида вам придется дожидаться достаточно долго, поскольку время высыхания у нашего лака в зависимости от толщины слоя около 24 часов. Хотя, если воспользоваться феном и прогреть поверхность, то время сушки мы с вами можем замечательным образом сократить. Конечно же, я нарушаю технологический процесс, но думаю, вы меня простите за то, что мы именно сегодня задекорируем все изделие, а не оставим его на потом, чтобы показать, что получилось в итоге. Для начала предлагаю сделать вот такую симпатичную тарелку с бабочкой. Она у нас покрыта желтым фацетным лаком. Работа эта выполнена в технике обратного декупажа, то есть декорируем изделие мы с изнаночной стороны. А затем, для того, чтобы придать объем приклеенному рисунку, мы расписываем его объемными контурами. Думаю, что подобный декоративный объект не оставит вас равнодушными, и вы непременно попробуете сделать что-то подобное для украшения своего дома. А эти часы, покрытые салатовым фацетным лаком, смотрятся очень нарядно и легко. Замечу, что чтобы получить желаемый результат, изначально мы покрыли циферблат темно-зеленой акриловой краской. Отсюда и эффект контрастных трещин на поверхности. Опять же, и эту работу я предлагаю украсить объемными контурами, поскольку визуально и по структуре они замечательно сочетаются с фацетным лаком и добавляют нашим часам яркости и объема. И еще сегодня я вам предлагаю поработать с серебряным фацетным лаком и украсить им бижутерию. Этот совсем не дешевый лак вы вполне можете использовать и небольшими порциями, но тем не менее получить большое удовольствие от работы, поскольку украшения, задекорированные им, смотрятся необыкновенно оригинально и выразительно. Итак, чтобы нам с вами задекорировать вот такую прозрачную стеклянную тарелку, приготовим большую бабочку, вырезанную из докупажной карты, клей ПВА, фацетный лак желтого цвета, специальную основу для фацетного лака, темно-зеленую акриловую краску, объемные контуры и акриловый лак для финишного покрытия изделия. Начинаем мы нашу работу с привычной и обязательной операции. Стеклянную поверхность мы обезжириваем спиртовым раствором, а затем берем рисунок, вырезанный из докупажной карты, в данном случае у нас бабочка и окунаем ее в емкость с водой. Вынимаем, убираем излишки влаги салфеткой, смазываем клеем ПВА и приклеиваем рисунком от себя на изнаночную сторону тарелки. Не забываем, что это у нас обратный докупаж. Промазываем нашу бабочку клеем сверху, хорошенько разглаживая ее, чтобы не было морщинок и заломов, а затем подсушиваем все феном. Прежде чем мы продолжим, я напомню вам о том, что если не обработать заранее стеклянную или пластиковую поверхность акриловым лаком или специальным средством, то фацетный лак замечательнейшим образом растрескается, но непременно осыпется. Чтобы подобного недоразумения не случилось, возьмем специальный грунт и нанесем его кусочком поролона тонким слоем на тарелку вокруг приклеенной бабочки и подсушим его. Еще обязательно нужно прокрасить белой акриловой краской изнанку приклеенной бабочки, чтобы следующий красочный слой не проступил через бумагу. И только после этого мы берем с вами желтый фацетный лак и мастихином наносим его тонким слоем на нашу тарелку. Мне нравится, когда слой получается неравномерным по толщине. Я даже оставляю некоторые свободные, непрокрашенные места, поскольку мне кажется, что так изделие будет интереснее смотреться. После того, как лак будет нанесен, мы заканчиваем работу, чтобы продолжить ее через 24 часа. Или сушим феном поверхность до полного ее высыхания. Как только фацетный лак у нас высохнет и как следует растрескается, предлагаю взять объемный желтый контур и заполнить им пространство между фацетным лаком и бабочкой. Мы с вами просто рисуем точки. Подсушиваем их феном и берем зеленую акриловую краску, чтобы нанести ее кусочком поролона на всю поверхность тарелки. Вернее, на всю ее изнаночную сторону. Ну и остается нам совсем немного. Высушить задекорированную изнанку тарелки и расписать ее лицевую сторону разноцветными объемными контурами. Финишный лак завершит наши труды и мы сможем использовать эту чудесную вещицу по назначению для украшения интерьера на радость вашим родным и близким. Субтитры создавал DimaTorzok 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 более стильным. Наносим на деревянную поверхность грунт золотого цвета, а далее идет бронзовый фацетный лак. Подсушиваем его и получаем изумительную поверхность, которая замечательно гармонирует с блеском бисерных нитей. Теперь у нас на очереди изготовление вот таких нарядных часов. Приготовим для работы. Заготовку из загрунтованного холста, наклеенного на плотную основу, акриловую краску зеленого цвета, трехслойные бумажные салфетки с понравившимися вам рисунками, циферблат вырезанный из рисовой бумаги или докупажной карты, клей ПВА или специальный клей для докупажа, объемные контуры, часовой механизм, стрелки и, конечно же, фацетный лак салатового цвета. Итак, начнем работу. Для начала нам нужно вырезать из бумаги круг того же диаметра, что и циферблат, который впоследствии украсит наши часы. Крепим его на середине нашей заготовки и начинаем грунтовать поверхность зеленой акриловой краской. Подсушиваем этот красочный слой и начинаем наносить шпателем салатовый фацетный лак. Лак кладем сначала вокруг шаблона, а затем уже распределяем по краям заготовки. Выравниваем и хорошенько подсушиваем поверхность. Замечу, что поскольку это у нас картон, загрунтованный акрилом, то операцию с нанесением специального грунта мы пропускаем. Лак и так будет замечательно держаться на этой поверхности. После того, как мы получим замечательную по структуре салатовую поверхность с темными трещинками, мы вклеиваем в центр заготовки циферблат, вырезанный из рисовой бумаги. После этого часы уже будут смотреться нарядно, но я, пожалуй, предложу их украсить еще. Вот такие петушки и куры, вырезанные из трехслойной бумажной салфетки, будут здесь смотреться, на мой взгляд, весьма уместно. Отделяем от вырезок верхний слой с рисунком и приклеиваем их на наши часы плоской синтетической кистью, промазывая клеем бумажный декор сверху. После того, как весь этот веселенький декор высохнет, нам останется только расписать его разноцветными объемными контурами, высушить, покрыть финишным лаком, приклеить часовой механизм и установить стрелки на нужное время. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» Ну вот, это все, что я вам хотела сегодня показать и рассказать. Мне кажется, что мы с пользой провели время и узнали много нового о таком замечательном средстве, как фацетный лак. У нас получилась вот такая яркая и нарядная тарелка с бабочкой и невероятно позитивные часы с петушками и курами. И я надеюсь, что эти вещицы пришлись вам по вкусу, и в скором времени вы создадите массу интересных изделий, украшенных подобным образом. И еще замечу, что мы сегодня познакомились только с цветным фацетным лаком. А есть еще и прозрачный, с которым работать нужно совсем иначе. И выглядит он на изделии по-другому. И вообще, мы с вами еще не пробовали массу интереснейших средств и материалов. Применяем их в докупаже. И обязательно без спешки познакомимся с ними поближе. Я вам это обещаю. И прощаюсь с вами до новых идей. С вами была Наташа Фохтина. Всего доброго и до свидания.